С 12 мая на территории всей Московской области ношение масок или респираторов в общественных местах стало обязательным, несмотря на ослабление режима самоизоляции. Для того, чтобы граждане не забывали о мерах безопасности, местное отделение партии «Единая Россия» организовало раздачу средств защиты в местах скопления людей. Для этого региональным отделением партии было передано около 4000 масок. И хотя носить средства защиты не всегда удобно, граждане понимают, что масочный режим необходим. Эта мера нужна, чтобы обезопасить себя, окружающих, период тяжелый. Я считаю, что еще нужно потерпеть для того, чтобы у нас не вернулось все то же самое, как и возвращается в других странах. Активисты раздавали маски утром на остановках общественного транспорта, а также оставляли их в торговых точках поблизости. Мы хотим вам оставить несколько штук, чтобы вы тоже давали посетителям, которые зашли вдруг без маски, и, соответственно, могли приобрететь товар уже с маской. Спасибо, что заботитесь о наших жителях и, соответственно, обезопасиваете и себя тоже. Ношение средств защиты в общественном транспорте на сегодняшний день – обязательное требование к пассажирам. Активисты проверили, соблюдают ли жители меры безопасности во время поездки и раздали запасные маски. Ведь со временем их обязательно нужно менять. Буквально за пару дней мы раздали несколько тысяч масок жителям нашего Ленинского городского округа. Все жители с радостью принимали эти маски. Мы напоминаем, что обязательно нужно носить маски и беречь себя и окружающих. Раздача средств защиты проходит в рамках акции «ЕР помогает». В ней принял участие депутат Московской областной думы Владимир Жук, который вместе с активистами раздал маски у торгового центра. Раздайте, пожалуйста, маски. Там оно и пригодится. Спасибо. Угу. В настоящее время в Подмосковье наблюдается снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет постепенно снимать ограничения. Однако масочный режим еще пока соблюдать необходимо. Александра Столярова, Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.